Квартирный вопрос один из самых больных для россиян. Дядюшка с богатым наследством есть не у всех, а свой домик с русской печкой или хотя бы студию в новостройке иметь хочется. И тут на помощь приходят банки. За вознаграждение в какие-то 8-10% и первоначальный взнос можно оформить сделку в рекордные сроки. Но расплачиваться придется не один десяток лет. Менталитет, культура нашего народа предполагает, что у человека должно быть собственное жилье. Если речь идет о пожилых людях, о людях, которые уже вышли на пенсию, доходы их резко уменьшаются, а жилье остается, если оно было куплено, пусть даже и в ипотеку. А арендованное жилье, к сожалению, человек, живущий на пенсию, не может себе позволить. На днях Сбербанк заявил об очередном повышении ипотечной ставки. Теперь новостройки отдают почти за 9% годовых, а ставка на вторичное жилье приближается к 10%. Как повышение ставки работает на практике? Допустим, я присмотрела себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке Казани за 3 миллиона. Открываем ипотечный калькулятор банка. Квартира нужна срочно, поэтому первоначальный взнос ставлю минимальный. Рассчитываю кредит на средний срок по России – 20 лет. По 9,2% выходит чуть больше 20,5 тысяч. Не так уж и много, верно? Но если посчитать, сколько денег я отдам за все это время банку, сумма превышает 6 миллионов. То, что делает Сбербанк, является в какой-то степени ориентиром для остальных участников рынка. Выходит, что повышение ипотечной ставки даже на десятые доли процента может нанести серьезный удар по кошельку россиян и сократит число будущих заемщиков. А вот как это отразится на экономике страны, покажет время. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.